всем привет с вами сад и огород круглый год я наталья ну что ж цветение буйно некоторых цветов заканчивается но выступает следующее а что же делать с теми цветами которые перецвели многие из них надо просто обрисать сегодня речь идет про лаванду и вот как раз лаванда у меня уже перед свела вот такая вот она у меня сейчас находится вообще я стараюсь лаванды нарезать период цветения конечно не всю хочется и любоваться в этом году я не нарезала так как меня не было поэтому в основном соцветия так и на кустах но вообще вопрос когда обрезать лаванду и сколько раз вы знаете когда но вот этим кустам лет 15 очень старые мне кусты так вот когда я только высаживала в начале я их обрезала только один раз ну так я знала потом почитавши узнавши оказывается все таки лаванду нужно обрезать два раза весной как я и делала а также летом сразу же после цветения и тогда получается красивые пышные кусты желательно это делать самого начала то кто самого формирования кусту вот кусты моим сейчас покажу старенькие как же мы будем обрезать видите вот это вот старая часть конечно срезать всю молодую поросль нельзя просто нужно оставлять на то есть не можно срезать так чтобы осталось только старая часть нужно обрезать так что были еще молодые побеги но чем сейчас я буду делать обрезку вот так вот я обрезала уже один кустик сейчас буду приступать и к другому отходов конечно много смотрим вот что у меня тут получилось значит обрезаю вот такие вот зеленые побеги до свежие но если где-то что-то свисает где-то какая-то веточка некрасивая то есть тоже я ее сразу обрезаю вот тут особенно снизу вот я их просто забирала вот эти вот сейчас я еще пару штук их обрежу вот эти вот ветки сухие нужно все пообрезать то есть видно хорошо какой костик и его омолодить надо на растет зеленая масса за лето потом еще весной мы обрезаем второй раз и у нас будут очень красивые кусты но что я обычно делаю после обрезки вернее что-то до обрезки а что-то после чтобы я не обрезала это какой-то стресс для растения да поэтому надо хорошо полить растение должно быть живое хотя у нас лаванда это в засухоустойчивый цветок но вот именно перед обрезкой я стараюсь всегда тоже полить чтобы она быстрее так сказать пережила эту обрезку ну и желательно конечно подкормить подкармливаем минеральными удобрениями опять-таки хотя лаванда довольно таки не требовательно но вот именно после обрезки я стараюсь подкармливать фосфорно-калийными удобрениями уже потому что это вторая половина лета ну что ж лаванда шикарный цветок является украшением бордюра может быть вот как у меня в данном случае даже можно черенковать кстати вот вот если у нас такие вот молоденькие можно попробовать и начеренковать но летом как так не всегда получается у меня я люблю больше весной черенковать ну что ж с вами была наталья желаю вам всего наилучшего заводим лаванду любуемся ее красотой и обалденным запахом всем пока